Про AirTag я уже рассказывал неоднократно, в том числе про метку Чипола, которая является альтернативой трекера от Apple. И да, на самом деле эти штуки подходят для отслеживания и поиска различных предметов, такие как ключи, например, с помощью сеть Локатор и всех устройств Apple по всему миру, даже несмотря на отсутствие в нашем регионе чипа U1. Но это видео будет не про теорию, а чисто практика. В чем будет заключаться эксперимент? У меня есть вот такой набор аксессуаров, новый AirTag, брелок-подвеска красивая кожаная красная, два чехла для айфона. Все это нужно запаковать вот в эту коробку и отправить службой доставки в город Ухта, Республика Коми, за более чем 2000 километров от Минска. Путешествие этой коробочки займет примерно 4-5 дней, но чтобы не активировать и не распечатывать новый трекер, внутрь я положу один из своих AirTag. И в этом долгом путешествии будем в реальном времени отслеживать положение метки, найдет ли она на своем пути какие-то устройства для передачи своей локации или нет. Такой опыт я считаю максимально интересным с практической точки зрения. Ну, конечно, всегда можно посмотреть актуальную инфу по трек-номеру посылки, но ведь не всегда знаешь, где конкретно она находится в данный момент. Но это еще не все. Так сложилось, что я собираюсь в небольшой отпуск и буду находиться не в Минске, откуда, собственно, сейчас вам и вещаю. И по этому поводу автомобиль оставляю на СТО, чтобы там навели красоту, и на ключе висит один из моих AirTag, а метка Чиполла, пожалуй, будет в офисе. В итоге одна метка едет в Ухту за 2300 километров, одна метка остается в Минске в офисе, еще одна с ключами от тачки будет на СТО, а еще парочку поедет со мной в отпуск. И несколько раз в день буду проверять локацию всех меток и посмотрим, как хорошо эти устройства и, собственно, сама сеть Локатор с этим справится. Запаковываем. Все, посылка готова, можно отправлять. Кстати, это не реклама Базеус, просто коробка попалась удачная по размеру. One week later. Отпуск закончился, посылка доставлена, выводы сделаны. Но как AirTag справился с передачей своей геолокации в пути? Скажу сразу, это было круто. После упаковки коробка в тот же день была передана в службу доставки примерно в 8 часов вечера. Локатор показал последнюю геопозицию, но уже через полтора часа AirTag передал очередной раз свое местоположение там, где я его оставил. Проснувшись утром следующего дня, первым делом проверил, как там моя посылка. В 8 утра метка отображалась еще в офисе с ДЭК, что логично, ночью они не работают. А вот последнее появление в локаторе было в половину 12 ночи. То есть в это время AirTag зацепился сигналом, возможно, за чей-то айфон, того, кто проходил рядом или там живет. Проверив через пару часов положение трекера, обнаружил, что данные о локации он обновил всего 20 минут назад. То есть пока что все идет по плану. И уже в час дня AirTag переместился из офиса службы доставки в другой конец Минска. Судя по Google Maps, там находится склад, автосервис и парковка грузового транспорта. Так что вполне возможно, коробка была уже в какой-то из машин. Весь следующий день метка провела в этой локации. Далее у меня был перелет, поэтому вечером и ночью я не смог отследить положение AirTag. И опять же, самое первое, что я сделал утром второго дня, это проверил, как там коробка. Метка сразу же обновила свою локацию и нашлась уже в Московской области в микрорайоне Белой Столбы. То есть за ночь она проделала путь из Минска до Москвы. Если посмотреть по картам, то в этом месте находится склад, где, предполагаю, у СДЭК какой-то сортировочный пункт. Весь день метка провела на этом складе, регулярно обновляя свою локацию. То есть проблем даже здесь с подключением к другим яблочным устройствам не возникло. Кто-то где-то с каким-то iPhone или Mac постоянно находился рядом. Последний раз в Белых Столбах метку я видел в 10 часов вечера, а уже в 4 утра она переместилась в аэропорт Внуково. Судя по снимкам из космоса, именно в этом месте находится почтовый грузовой комплекс Внуково. Но самое интересное, что в 4 часа дня, судя по локации и тем же картам Google, метка уже была погружена в самолет и находилась на парковке аэропорта. А через 3 часа, то есть в 19.00, уже обнаружила сама себя в городе Ухта улица Авиационная, то есть местный аэропорт. Тоже, кстати, где-то в районе парковки самолетов. Я, конечно, ожидал немного больше контрольных точек, но воздушная доставка она такая. На четвертый день посылку переместили на склад службы доставки в Ухте, улица Юбилейная, где она провела фактически сутки и была доставлена на пятый день в конечную точку. Что касается, кстати, остальных меток, которые я оставлял в Минске, это те, которые ключи от машины и Чиполла, то эти трекеры без проблем передавали регулярно свою позицию, находили за что зацепиться и днем, и ночью. Но все-таки их местоположение было в достаточно проходимых местах, поэтому я даже не сомневался, что они так будут работать. Конечно же, без устройств Apple рядом метка работать и отображать свою локацию не будет, но, как мы видим, на пути всех моих AirTag и Чиполла, можно сказать, разбросанных по всему миру, какие-то гаджеты все-таки попадались. Скорее всего, это были, конечно, айфоны, но проблем с отображением геопозиции не возникало даже в час ночи или рано утром, то есть метка цепляется за даже минимальную возможность передать владельцу свою локацию. Окей, можно без труда проследить за посылкой, потерянными вещами, ключами или какой-то еще вещью, но как насчет слежки за человеком, если спрятать трекер, например, в сумке без его ведома? А вот это уже не получится, потому что, судя по отзывам очевидцев, то есть мастера, который занимался машиной, и друзей, которые следили за моей кошкой дома, пока меня не было, AirTag регулярно издавал звук, когда чужой айфон находился рядом. При этом она не была отмечена как пропавшая, а просто сама по себе пищала, чтобы на нее обратили внимание. А на телефон приходило уведомление, что рядом с вами находится чужой AirTag, и за вами могут следить. Так что шпионский фокус не прокатит, если вы планируете такой сценарий использования. Не знаю, правда, приходило ли уведомление случайным встречным на пути моей посылки, если они находились долго рядом с ней, и насколько громко в коробке пищала метка, заметил это кто-то или нет, тут уже, конечно, не выясним. Конечно, коробка, которая издает звуки, может насторожить окружающих. Отдельно хочу отметить чипу 1, который у нас недоступен, но работал в стороне моего нахождения в отпуске. И скажу так, что это не такая прям и супер нужная особенность. Так как красивый поиск со стрелочкой включается только на расстоянии 10-15 метров между смартфоном и трекером. В принципе, это полезно, но в метрах 10 метку можно найти и по звуку. Да, это удобно, но не смертельно. Еще одним плюсом после обновления прошивки стали напоминания о том, что вашу метку вы где-то оставили, и что-то потерять стало крайне сложно при таком сценарии. Просто вешайте AirTag на все важное, и будет вам счастье. Если подвести итог, то даже у нас AirTag и сейтлокатор шикарно выполняют свою функцию по поиску вещей и каких-либо предметов, даже если перебещаются между странами на более чем 2000 километров. Тем более, что метка стоит не так дорого, и как брелок для ключей или рюкзака выглядит очень даже симпатично. Спасибо, что посмотрели, не теряйте важные вещи, не забывайте про лайк и подписку. Хорошего вам дня, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok